Я знаю, что этот ролик отгребет от украинцев очень много, полно замороченных в Украине людей, вот такими как Айдар Муждабаев, и тем не менее я беру на себя ответственность и сделаю комментарий на его такой слезливый пост в адрес Владимира Зеленского. Почему я объясню, я хочу сейчас зафиксировать для истории вот это положение, вот это такое сердечно-слезно-сопливое отношение Айдара Муждабаева к Владимиру Зеленскому, ибо этот журналист очень часто переобувается, переобувается он буквально так быстро, что вы даже не успеваете этого заметить. Потом, правда, когда его начинают в этом обвинять, он начинает идти на попятну и говорит, нет, ну что вы, что вы, я, да я-то точно всегда был такой. Прежде чем я начну читать вот это слезливое письмецо, я хочу напомнить, что перед выборами Зеленского Айдар Муждабаев обвинялся именно в том, что он призывал чуть ли не к военному перевороту, если будет избран Владимир Зеленский. Он говорил о том, что у него очень много друзей в АТО, и что они встречались и перетирали эту тему, и если вы не проголосуете за Порошенко, то все, конец, чуть ли не возьмемся за штыки. Ну и вот прошло, ребятки, всего лишь три месяца, и Айдар Муждабаев поет совершенно другую песню, завывая на все лады. И вот я хочу, чтобы этот момент был зафиксирован, потому что я думаю, что когда еще через три месяца Айдар Муждабаев в очередной раз переобуется, вот тогда мы и припомним ему вот это его желание вечно подпевать под ситуацию. Ну вообще первый червячок у меня закрался еще тогда в истории с Бабченко, когда все было очевидно, обман был понятен абсолютно всем, но Муждабаев встал на сторону своего близкого друга Бабченко. Я не знаю, может быть он неплохой блогер и, наверное, говорят, хорошо пишет, я давно его не читаю, но в той истории он поступил некрасиво. Журналист стал распространителем фейковой новости и все нормальное журналистское сообщество за пределами Украины его не поддержало. Муждабаев был именно тот человек, кто переворачивал ситуацию и говорил о том, что, дескать, нет, все рукоплещат Аркадию, конечно же, иначе поступить нельзя. И именно Муждабаев был тем человеком, который распространял историю о неких списках, где все они там стоят, и он, Муждабаев, один из первых. Но вот уже столько времени прошло, и ни о каких списках речи нет, списки, видимо, испарились. Ну, единственный, кто тогда в той истории повел себя предельно честно, и, кстати, этого человека я весьма уважаю, это Евгений Киселев, который сразу сказал, что, ребята, никаких списков я не видел, все это болтовня, и перестаньте меня об этом спрашивать. Вот это было правдивым ответом на ту выдуманную, высосанную из пальца историю. Это было первое. Потом я стал замечать, что Айдер Муждабаев – это именно тот человек, кто не пытается искать причины проблемы внутри своей страны. Самое первое, что делает Айдер Муждабаев, навязывая мысль украинцам о том, что все вокруг виноваты, в основном, конечно же, Запад. Прежде всего, Макрон, как уж он его только не называл, ну и, конечно, старуха Меркель, просто выжившая из ума бабка, почему-то действует не в интересах украинцев, а продолжает действовать в интересах немцев. Ну и виновата, виновата. Вот эта позиция тоже непонятна. По какой причине он, украинец Муждабаев, считает, что Франция, Германия и все остальные что-то должны Украине, я никак не могу понять и объяснить мне этого никто не может. Ну а вот сейчас по поводу марафона Владимира Зеленского. Очередной показательной акции, в которой Зеленский ведет, бежит в направлении капитуляции Украины. Ну а все остальные делают вид, что, дескать, последние жилы рвет президент. Вот просто не знает, как бы спасти Украину. Ну и вот давайте почитаем. Айдер Муждабаев. Многие просили комментировать про президентский марафон с прессой. Я отказался. Комментарий мой единственный оставляю тут. Мне искренне жаль вас всех. И Владимира, и себя, и крымских татар, и украинцев, и Украину. Мне кажется, сегодня я немного понял Владимира. Он добрый, хороший человек, почти мой ровесник. Я был бы не против иметь такого товарища. Он не предатель, не подлец. Он с чувствами и переживаниями, с человеческими реакциями. Ни чинуша, ни высокомерный, и ни говно. Но, как все это замечательно. Да только это все не те качества, которые нужны президенту воюющей страны. Это уже сейчас был мой комментарий. Дружить, болтать, выпивать с ним мне было бы интересно в мирное время. И если бы я имел возможность иметь такого друга, я бы не радовался его походу в президенты Украины. Я бы его как мог от этого отговаривал. Говорил, что только через мой труп. Именно как друг отговаривает хорошего человека от смертельного трюка на кураже. Владимир ввязался в бой, в котором он не может стать победителем. Это не спектакль, не рейслинг, это фулл-файтинг. Перепутана арена. Выходя против зверей бойцов, не понаслышке знакомых с кровью, с веточкой мира, ты должен понимать, чем это закончится. Нет, не так. Понимая, чем закончится на фулл-файтинг, с веточкой не выходят. Это самоубийство без вариантов. Жаль, что у Владимира не оказалось друга, как и я, который его действительно любит и любит его страну. Ведь президентом мира, в стране, на которую напал самый страшный и жестокий враг, физически быть невозможно. Это не из разряда даже фантастики. Это фильм ужасов, гарантированная гибель снаружи или внутри. Это роль, которую невозможно сыграть. Без трагического финала. Это пьеса, запрограммированная на смерть. Я не про смерть физическую, хотя и она при нынешних обстоятельствах для каждого из нас вероятно. Я про смерть каких-либо мирных планов, иллюзий. А вместе с ними весьма возможно и страны. Риск такого исхода огромен. Путин безжалостный охотник. Он такого к себе подхода никогда не прощает. Президент мира в Украине для него всего лишь релевантная жертва. Шанс на решающий бросок. Он кинется на нас. По-моему, это просто без вариантов. Акулы чувствуют запах крови мирных купальщиков. И последние могут при этом веселиться и нырять, даже играть с акулой, не понимая, что они приговорены. Нет, я не буду ржать и троллить и хайповать, хотя поводы найти можно. Ни сейчас, ни потом не буду. Все предельно серьезно. Понадобится любая помощь для Украины и ее президента в делах полезных. Я готов помогать. Но честно признаю, что в результаты не верю. Болеть за нетренированного хорошего человека на ринге можно. Но искренне верить в то, что это поможет ему выйти с победой, нет. Это для меня слишком. Я не ребенок, не инфантил. Здесь я поставлю знак вопроса. Поехали дальше. Закончу тем, с чего начал. Мне всех нас жаль. Впереди война, которой надо серьезно готовиться. И я это понимаю и буду. И Владимиру посоветую, хотя он меня не услышит. А если услышит, то не воспринят, судя по всему. Очевидно, что он сейчас на своей волне. А когда эта волна уляжется, может быть сильно поздно. Нам всем будет тяжело. Комментировать отдельно ответ Владимира на вопрос о крымско-татарской автономии в составе Украины, вопрос жизни и смерти для моего народа, заданный умной, искренней, нежной Гульсум Халиловой, я не вижу смысла. За все хорошее против всего плохого не принимается. Это зеро. А понимания, увы, нет. Теперь что будет, то будет. Разве у крымских татар есть какой-то выход? Потеряно все. И за спиной море мы не можем мечтать о мире, который невозможен. Наш опыт подсказывает одно. Мы не можем сдаваться. Это не вариант. Для меня все печально, как всегда. Все, что сейчас написано, о чем я сейчас думаю, абсолютно все. Вот понимаете, действительно, человек всегда выискивает, ну, самые-самые, что ни на есть, плаксливые слова. Но вот я сейчас объясню, почему я его не принимаю и критикую. Вы вот послушали это письмо, да? Вы поняли, о чем речь? Он понимает, что Зеленский на своей волне, он понимает, что Зеленский творит свой спектакль, он понимает, что этот человек ведет страну капитуляции, он прекрасно понимает, что своими ответами за все хорошее против всего плохого он ничем, ни на шаг, ни на грамм не помогает крымским татарам. Этот журналист Айдер Муждабаев это все прекрасно понимает, но он ничего не говорит, он его жалеет. Он плачет о судьбе Владимира, который, как плавающий мирный ныряльщик, идет спокойно в пасть огромной акуле. Он даже говорит, война неизбежна, давайте будем готовиться, и я буду готовиться. То есть то, что еще сейчас можно предотвратить совершенно другими конкретными решительными действиями, нет, они отказываются от этого, они это отбрасывают и сидят и разводят сопли и нюни. Давайте все поплачем о судьбе Украины, потому что у нас такой слабенький, несчастный, плохо образованный президент, который, наверное, чистый, как ребеночек, и душа у него открытая, да только мозгов у него нет, вот в чем проблема. А слушать в этой ситуации нужно других людей, вот таких, как, например, Виталий Портников. Я не выложил его пост, который он писал несколько дней тому назад, но там вот действительно не ребенок и не инфантил говорит следующее. Не можешь решить проблему, уходи нахрен в отставку. Ты в стране, где нужно принимать решительные действия, ты подставляешь огромное количество людей, миллионы смотрят на тебя не только в Украине, но и за пределами. И что же ты творишь? Вот как нужно разговаривать с Зеленским до тех пор, пока он еще не довел страну вот действительно туда, на этот пляж, где Владимир Путин поразвлекается с народом Украины, как он захочет. А вот такие, как Муштабаев, будут сидеть и плакать для него. Давайте найдем хорошие, добрые слова и посочувствуем Владимиру. Нет. Я считаю, что не время сочувствовать Владимиру. Таких, как Владимир, нужно вгнать подальше от главных постов страны. Такие, как Владимир, воюющий в стране президент сраной мира, он вообще не туда лезет. И это называется ведущие журналисты Украины. Кстати, я хочу вам напомнить, это бывший россиянин, сбежавший когда-то в Украину. Поэтому я призываю здравомыслящих украинцев, патриотично настроенных, не слушать подобных печально унылых, пафосных ребят. Сейчас не время расслабляться. Сейчас время следить за каждым шагом этого внедренного в тело Украины человека. Я продолжаю настаивать на том, что Владимир Зеленский – это не просто фигура. Владимир Зеленский отрабатывает программу, которую ему пишут в совершенно других местах. Как правильно сказал еще один российский журналист Андрей Пианковский, может быть, даже Владимир не прямой враг Украины, но ему глубоко наплевать на независимость Украины и на ее мечты и чаяния. Он далек от украинской идеи, как и он далек от судьбы крымских татар. Я надеюсь, вы поняли, почему я перестал уважать Айдера Муждабаева.